В начале этого года завершилась работа над изданием уникальной книги, в которой собраны ценные исследовательские материалы, свидетельства жизни и деятельности выдающегося русского ученого, ботаника и географа конца XIX века Николая Альбова. Известно, что Николай Михайлович был первым ученым, открывшим удивительный мир, первозданный абхазской природой зарубежным исследователем, которые были поражены многообразием местной флоры. Современный абхазский ученый, ботаник Зураб Адзинба на протяжении долгих лет занимается трудами Альбова. Его по праву можно назвать последователем Николая Михайловича. Альбов – это фактически первооткрыватель флоры колхиды и абхазии. Им описано было около ста видов растений, новых для науки вообще. И он писал о уникальности нашей флоры, связанной с тем, что она характерна растениями, произрастающими на известняках. А на известняках растут определенные виды растений, которые на других породах не встречаются. Работая с большим энтузиазмом, Адзинба смог собрать и систематизировать труды Николая Альбова, посвященные Абхазии и не только. Спустя годы кропотливой работы все это воплотилось в книги. Николай Альбов открыл так называемую известняковую флору. И вот эта флора отличается большим богатством видов, которые произрастают только в одном месте в мире. Вот, например, он назвал одно из красивейших растений колокольчик удивительный. Это индемичное растение сегодня произрастает на территории Рицинского национального парка и Гагарского хребта. Многие путешественники, увидев среди скал цветок удивительной красоты, срывают его, не задумываясь. А ведь это уникальное растение, открытое в свое время Николаем Альбовым, цветет лишь раз и представляет собой большую ценность, рассказывает Зураб Адзинба. Теперь узнать об этом и еще многом другом, о красоте и необычности родного края, можно листая страницы издания. В этой книжке приводятся дневники Николая Михайловича Альбова во время путешествий, когда он сюда приезжал, и его статьи, его публикации, его работы. И кроме того, в эту книгу помещены все публикации, посвященные ему. О нем писали многие ученые в различных изданиях. Николай Альбов был очень трудолюбивым человеком, всецело преданным своему делу. Одна экспедиция по красотам любимой Абхазии сменяла другую. Материалы, добытые в походах, постоянно систематизировались. Николай Михайлович отличался способностями к изучению языков. Владея несколькими европейскими, он без труда... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Николая Альбова трудились многие люди. Среди них ученый-эколог Роман Дбар, Линнея Львовна Молчанова, внучатая племянница Николая Альбова, выступила одним из составителей издания. Она также предоставила семейные фотографии, при помощи которых было составлено генеалогическое древо выдающегося ученого. Книга издана на средства благотворительного фонда имени первого президента Абхазии. А инициатива создания впервые была озвучена самим Владиславом Григорьевичем Арзенба. Он пригласил меня и сказал такую вещь. «Зураб, ты столько статей об Альбове опубликовал и познакомил всех нас, что я считаю нужным издать книгу о нем. И мой фонд, фонд первого президента, возьмет это на себя. И вот, наконец, после долгих проблем, к сожалению, Владислав Григорьевич не увидел эту книгу. Но я рад, что эту книжку увидела внучатая племянница Николая Михайловича Альбова, которая живет сегодня в Ленинграде». Редактор книги, известный журналист Юлия Соловьева, проделала серьезную и кропотливую работу. Вместе с дизайнером Стеллой Садзба специалисты долго трудились над тем, чтобы книга, многие материалы которой переведены с иностранных языков, стала понятна и интересна абхазскому читателю. Главная сложность была в том, что в какой-то момент мы вдруг обнаружили, что многие названия топонимы названы на грузинский манер. И поняли, что тут кроется какая-то ошибка. Потому что Альбов владел абхазским языком, может быть, не в совершенстве, но владел, и он не мог написать так. Потом мы поняли, что очень многие названия он записывал со слов людей. Мы, правда, очень со многими советовались, очень многие названия пишутся по-разному, но мы все привели к одному знаменателю. Книга напечатана на дизайнерской бумаге с использованием специального шрифта. Дизайнер Стелла Сазба смогла не только создать безупречный макет с эвектом репринтного издания, но и провела серьезный филологический анализ, рассказывает Юлия Соловьева. Что касается Стеллы, то Стелла была не просто автором макета и не просто верстальщиком. Она играла огромную роль в правке книги, потому что ее великолепное знание абхазского языка помогало нам буквально на каждой странице. Слаженная работа, начало которой положил Владислав Ардзенба, снова дала положительный результат. Под руководством ученого Зураба Ардзенба в свет вышла книга, которую можно считать настольной энцикловидией абхазской жизни, как для ученых целого ряда направлений, так и простого читателя. Амелия Сатурянца, Срык ОГУХА, Абаза ТВ